Количество голосов зависит от качества работы. Сегодня на встрече главы ЧУАШа и с общественной палатой говорили о предстоящих выборах. 30 июля завершается срок подачи документов на регистрацию списка кандидатов на выборах в Госсовет. Процесс выдвижения выходит на финишную прямую и уже в августе начнется активная агитационная кампания. Татьяна Молокова слушала, как партии собираются агитировать за себя и что нужно сделать, чтобы избежать грязных предвыборных технологий. Каждый раз перед выборами все участники этого процесса говорят о честности и прозрачности, недопустимости нарушений и необходимости контроля. Один из инструментов этого – общественное наблюдение. В ЧУАШе, в отличие от многих других регионов, штаб общественного наблюдения будет работать второй год. Весной и летом штаб подготовил порядка 2000 наблюдателей для работы на выборах осенью. И, как говорится, цыплят по осени считают, тогда и подсчитают качество подготовки. У нас и каждому избирателю ЧУАШской республики есть из кого выбирать. Потому что 10 человек на место – это, считай, очень конкурентная среда. Поэтому какой-то, наверное, что идет нелегоптинизация процесса, что нет конкурентной среды – это никак не скажешь. В общественной палате также проводим мониторинг настроений избирателей. И сегодня большинство населения уже свой выбор определенно сделало. То есть они все равно отдают определенные электоральные предпочтения тому или иному кандидату. Каждая партия не просто обещает изменения, знает, как их добиться. Глава ЧУАШа Олег Николаев сказал, что будет изучать программу каждый, чтобы лучшие идеи использовать в работе. Еще одна просьба от руководителя региона – избегать грязных технологий. Любые попытки будут пресекаться жестко, но в рамках закона, в том числе и уголовного. Если мы начинаем новый процесс, если мы начинаем новый цикл, лучше уж это начинать совершенно на иных подходах. Вызывает очень у меня лично определенное, скажем, определенное огорчение, когда этим занимаются уважаемые политические площадки. Представление однофамильцев. И очевидно, это не очень здорово. Мне кажется, это уже прошедший век. Я еще раз призываю на такие моменты обратить внимание. План подготовки к выборам в республике утвержден давно. Исполнительная власть обещает всяческую поддержку партиям в организации предвыборной агитации. Но в свою очередь просит также соблюдать меры безопасности, например, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Татьяна Молокова, Павел Редков, Республика.